Всем большой привет друзья! Добро пожаловать ко мне на кухню! Меня зовут Елена и сегодня предлагаю приготовить чуду с мясной начинкой. Чуду это ароматный пирог с тонким и нежным тестом. Готовится чуду по разнообразным рецептам и с разными начинками. Пирог всегда получается очень аппетитный, сытный и вкусный, а готовится достаточно быстро и как всегда просто. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных и домашних рецептов. Все точные пропорции продуктов как всегда в описании под видео. Давайте готовить и начинаем с теста. Берем 180 миллилитров теплого кефира 2,5 процента. Добавляем пол чайной ложки соды. Все хорошо перемешиваем пока не пойдет реакция и пока отставляем кефир с содой в сторону. Глубокую миску просеиваем 300 грамм муки. Добавляем одну неполную чайную ложку соли, одно яйцо и слегка растираем яйцо с мукой. Затем добавляем кефир с содой и замешиваем тесто руками. В процессе замешивания добавляем 40 грамм растопленного сливочного масла и продолжаем вымешивать тесто. Если видите, что тесто слишком прилипает к рукам, добавьте еще муки. Мука у всех разная, поэтому количество муки может отличаться плюс-минус 50 грамм. Тесто на кефире получается очень мягким, нежным и приятным к рукам. Будьте очень аккуратны с добавлением муки, не забейте тесто. Далее тесто перекладываем на рабочую поверхность, припыленную мукой и вымешиваем пару минут. Миску, в которой замешивали тесто, припыляем слегка мукой и перекладываем в нее тесто. Накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не обветрилось и даем отдохнуть тесту 10-15 минут. А пока подготовим начинку. Берем любой фарш на ваш вкус, у меня свиной, 500 грамм. Добавляем пучок любой зелени, у меня петрушка, зелень мелко нарезаем. Два вареных яйца нарезаем на средние кусочки и добавляем к фаршу. Также один лук среднего размера мелко нарезаем и добавляем к фаршу. Солим и перчим по вкусу. Также можете в начинку добавить свои любимые специи. Все хорошо перемешиваем и начинка для пирога готова. Тесто отдохнуло 15 минут. Еще раз его обминаем. Делим тесто на две части. Одну побольше, вторую поменьше. Каждую часть еще раз по очереди обминаем и округляем. Тесто получается очень мягкое, эластичное и нежное. Берем кусочек, который побольше и тонко раскатываем скалкой. С помощью скалки переносим раскатанное тесто на противень, смазанный растительным маслом. Далее выкладываем начинку и равномерно ее распределяем, не доходя до края пару сантиметров. Теперь тонко раскатываем кусочек теста, что поменьше. И накрываем им начинку. Растягиваем, чтобы кусочек раскатанного теста полностью прикрывал начинку. И хорошо скрепляем края теста. А затем плетем косичку. Но это не обязательно. Можете скрепить края пирога на свое усмотрение. Посередине делаем небольшую дырочку. И смазываем чуду взбитым яйцом. Отправляем перо в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Но, как всегда, ориентируйтесь на свою духовку. Чуду с мясной начинкой готово. Даем ему немножко остыть и разрезаем на порционные кусочки. Посмотрите, какой пирог в итоге получился. Красивый, румяный и очень аппетитный. Нарезается пирог очень легко. Тесто после выпечки осталось очень нежным. Начинка сочная, не сухая. Очень вкусно и сытно. Я думаю, приготовив такой пирог, вы обязательно порадуете свою семью такой выпечкой. Друзья, обязательно напишите мне в комментариях, понравился ли вам рецепт, чтобы я знала, насколько этот рецепт был для вас актуальный. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и всего самого хорошего. Всем добра и позитива. До новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok